Здравствуйте! Время новостей Евразии на Акчен ТВ в студии Богдан Танасов. О главных событиях самого большого материка расскажем прямо сейчас. В Бишкеке прошел саммит ШОС и в итоге стала совместная декларация. В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке прошло и заседание Молодежного совета ШОС. А в Душамбе состоялся пятый саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии под председательством Республики Таджикистан. На Сахалине полным ходом идет железнодорожное обновление. Ягодный сезон в Евразийском экономическом союзе оценили клубнику и черешню из Кыргызстана. 23 спортивные дисциплины, 15 видов спорта, около 4 тысяч атлетов, Европейские игры в Минске. В Москве на ВДНХ открылся фестиваль необычного мороженого. С тремя силами зла будут бороться страны шанхайской организации сотрудничества. В Бишкеке завершился саммит ШОС. Его итогом стала совместная декларация. Конечно, со злом собираются бороться непростым, но эффективным методом – лишать группировки финансовой поддержки. И, конечно, вместе бороться с пропагандой терроризма и экстремизма в интернете. Приняли концепцию сотрудничества в сфере цифровизации и информационных технологий. Владимир Путин отметил, что безопасность – одно из приоритетных направлений деятельности ШОС. Считаем важным наращивать сотрудничество в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС. Блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика. Делать все, чтобы не допустить попадания в их руки химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения. Кстати, по своей значимости и численности, Шанкайская организация сотрудничества давно уже сопоставима с ООН. А о масштабах можно говорить только по количеству языков, с которых и на которые тут переводят. Это русский, китайский, монгольский, синтхи и дари – это один из языков Афганистана. А все вместе – это языки, на которых говорит треть мира. Повестка ШОС имеет много общего с повесткой ООН. Это и вопросы безопасности, и вопросы экономического развития, и вопросы человеческого измерения. Продолжайте эффективное сотрудничество с международными структурами в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе со структурами ООН. Было проведено мероприятие высокого уровня ООН и ШОС. Договорились лидеры стран не допускать чьей-то гегемонизации в экономике, но еще и налаживать связи с другими объединениями Азии и Европы. Это, кстати, давняя идея Нурсултана Назарбаева. Нам следует поддерживать и укреплять потенциал ШОС. Например, предстоит реализовать план действий на 2018-2022 годы в рамках стратегического для ШОС договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Во-вторых, следует расширять и налаживать полноформатные отношения с ключевыми многосторонними структурами Евразии. В этом плане отдельного внимания заслуживает инициатива первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о трех диалогах по установлению партнерских отношений с крупными региональными объединениями и проектами Европы и Азии. Особую актуальность приобретает преодоление стереотипов блокового мировосприятия, укрепление основ открытости и равноправного сотрудничества. В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке прошло и заседание Молодежного совета ШОС. Были представлены отчеты каждой из стран-участниц о своей деятельности за прошлый год. Утверждены планы на следующий, ну и, конечно, обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия. Каждая из стран предложила свои проекты сотрудничества. Молодежный совет – это будущее ШОС. И поэтому главы стран-участниц организации уделяют огромное внимание осуществлению молодежной политики. За все 12 лет существования Молодежного совета впервые в заседании принимает участие генсек ШОС Владимир Норов. Он отметил, что динамично развивающийся мир переживает крупные перемены. Возрастает угроза терроризма, молодежь должна быть объектом деструктивных мер. А поэтому работа Молодежного крыла ШОС очень важна в дальнейшем развитии интеграции в целом, сказал Норов. Будущее развития всего ареала ШОС зависит от участия молодежи в принятии ответственных политических решений. Сейчас наблюдается реальный рост молодежной активности во многих сферах деятельности ШОС. В ходе саммита ШОС в Циндау в прошлом году главами государств были приняты совместное обращение к молодежи и программа действий по его реализации, которые ориентированы на активное вовлечение молодых людей в создание достойного будущего, содействие физически, умственному и духовному развитию молодого поколения в целях противодействия попыткам проникновения трех сил зла, терроризма, экстремизм и сепаратизм в молодежную среду. Многие молодые люди уязвимы в отношении деструктивных группировок. И этот вопрос мы должны решать сообща, считают собравшиеся. Чтобы эффективно работать в этом направлении, одна страна сама сделать многое не сможет. И поэтому мы сегодня понимаем, что в рамках ШОС, если будет поставлено налажено хорошее сотрудничество в этом направлении, то мы сможем в будущем побороть это влияние, побороть эти негативные факторы, которые будут влиять не только для будущего Узбекистана или наших соседей, но и в целом в мире, которые сегодня являются действительно важной угрозой для всего общества, для всего мира. Вместе с тем есть и другие направления сотрудничества молодежи, к примеру, в развитии предпринимательства, стартапов или в продвижении молодежного туризма. Сегодня молодежь хочет посещать страны, хочет увидеть многую культуру дружеских стран. В связи с этим у нас активно ведется работа для доступа молодежи к дешевому туризму, доступному туризму. В связи с этим мы проводили в начале года, в феврале, молодежный форум развития туризма, где Кыргызстан представлял не только летний туризм, но и информировал о том, что у нас очень есть хорошая возможность принимать гостей во время зимы, зимний вид туризма. Мы все знаем, молодежь – это будущее ШОС. На нашем пространстве самое большое количество молодежи, и мы хотим развития нашего общества. Какие бы это проекты ни были, мы всегда готовы поддержать. Молодежный совет ШОС был создан ровно 10 лет назад. За это время он смог реализовать огромное количество мероприятий, направленных на развитие молодежной политики. С каждым годом участников совета становится больше. Если в прошлом году присоединился Узбекистан, то в этом году в совет приняли Пакистан. Всю площадку совета можно использовать в интересах как своей страны, так и всей организации. В Душамбе состоялся пятый саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии под председательством Республики Таджикистан. Заседание началось с официальной встречи глав государств и руководителей делегаций стран-членов совещания. Затем продолжилось в расширенном формате, в ходе которого были обсуждены и проанализированы вопросы многосторонней повестки. Участники форума дали высокую оценку результатам председательства Таджикистана. Высшим органом, принимающим решение, является саммит глав государств, который проводится раз в четыре года. Последнее заседание состоялось 21 мая 2014 года в Шанхае Китайской Народной Республики. Руководство саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии осенью 2018 года перешло от Китая к Таджикистану. На форум приехали 27 стран. Освещали работу саммита 650 журналистов. Пресс-центр занял два этажа. Открыл заседание хозяин саммита, президент Таджикистана Эмамали Рахмон. Со времени предыдущего саммита накопился сели ряд вопросов, требующих нашего совместного обсуждения. Убежден, что сегодняшний обмен мнениями на высшем уровне будет способствовать поиску путей укрепления нашего конструктивного взаимодействия, направленного на укрепление мира, стабильности, безопасности и осуществление мер доверия в азиатском регионе. Идея о созыве форума принадлежит первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Он предложил создать новое объединение 5 октября 1992 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом напомнил президент Казахстана Касым Жамарт Такаев. Мне довелось принимать непосредственное участие в продвижении казахстанской инициативы. Откровенно говоря, тогда мало кто верил, что уже через 10 лет главы государств континента примут Алма-Атинский акт, устав СВМДА. Тем самым мы дали старт в создании уникального форума в Азии. Взятая на вооружение тактика поступательного движения вперед, от простого к сложному, обеспечила успех процесса СВМДА. За круглым столом обсудили безопасность в регионе, совместную борьбу с терроризмом. Отдельно остановились на ситуации в Афганистане и в Сирии. Обсудили и экономическое развитие, конечно же, совместное. Владимир Путин рассказал о своем видении региональной и глобальной безопасности. В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил, с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас, как никогда, востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации. Основными целями саммита стали обсуждение вопросов безопасности и сотрудничества на азиатском континенте и содействие глобальной борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и транснациональной преступностью. В завершении участниками саммита была принята Душанбинская декларация совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. На Сахалине полным ходом идет железнодорожное обновление. Ширина путей на острове меньше общероссийского стандарта, почти на полметра. Для начала от узкоколейки избавят участок от взморья до столицы региона. Это около 100 километров. Отрезки рельса шпальной решетки один за другим укладывают с точностью ювелира. Даже малейшая погрешность в будущем чревата крупной аварией. Поэтому сейчас вымеряют каждый миллиметр. Все стыки и соединения должны быть идеальными. Эта рельса шпальная решетка проделала непростой путь до Сахалина из Новосибирска, Читы, Иркутска и других городов, где ее изготавливали. Чтобы, наконец, эти отрезки по 25 метров каждый сложились в одну большую железную дорогу общероссийского стандарта. Железная дорога досталась Сахалину еще от японцев, у которых были свои стандарты. Ширина путей всего 1067 миллиметров. Так называемая узкоколейка. По ней могли двигаться только старые поезда. После перешивки регион сможет обновить парк железнодорожной техники. Перевод островных железнодорожных путей на общероссийский стандарт близок к финалу. Уже начали работы на участке взморья Южно-Сахалинск. Здесь трудится почти 300 человек. К концу августа должны завершить перешивку на этом отрезке. Он самый сложный, участок однопутный, поэтому два-три комплекса поставить невозможно. И его не оставили, просто техника широкой колеи может приехать сюда только по широкой колее. Поэтому первый этап состоялся, техника приступила к работе. Завершается работа по перешивке железной дороги. И мы получаем комфортные условия для людей, которые могут перемещаться по острову Сахалин. С 15 июня перешивка стартует от Тихой до Паранайска и дальше до Наглик. Закончили работу на участке Холмс-Тамари и уже в конце этой недели по новым путям начнут ходить поезда. Пока только грузовые. Ну а последний отрезок Сахалинской узкоколейки – это Холмс-шахты – переведут на общероссийский стандарт в 2020 году. ИТ-образование со школьной скамьи. В Беларуси при поддержке Парка высоких технологий открыли Ресурсный центр информационных технологий. Это компьютерный класс, где дети смогут обучаться программированию, робототехнике и 3D-моделированию. Роботы сегодня управляют самолетами, помогают по хозяйству, совершают прорывы в медицине и промышленности. И для того, чтобы развивать эту сферу в будущем, вкладывать силы и средства в подрастающих компьютерных гениев нужно уже сейчас. Чтобы составить конструктор двигаться, нам нужен какой-то определенный центр управления, его процессор, в который мы пишем для него программу. И потом по проводам он передает электричество на моточки, которые крутят колеса. То, что машиной, собранной из конструктора, можно управлять с помощью мобильного телефона, стало настоящим открытием для 11-летнего Тимофея. Не менее удивительным оказался этот день и для его друга Кирилла. Он уже писал программы, которые управляют роботами, но никогда их еще не опробировал на настоящих машинах. Писали на программе «Скрэйч», там, где двигалась сама картинка, а не вживую, например, такой робот. И мы не знали, как он будет вести себя именно не в компьютере, а именно в живой жизни. Рядом со школьниками обучение проходят и учителя. Буквально на следующей неделе Парк высоких технологий соберет лидеров IT-классов, ресурсных центров, чтобы обсудить новинки робототехники. Педагогам предстоит разработать новейшую программу, по которой будут учиться дети уже с сентября. В школе робототехники я сначала заканчивала курсы, а потом в Москве заканчивала курсы, чтобы этому научиться. Но это, наверное, не очень так просто, потому что программировать, научить, и дети в этом помогают мне, не только этому я. С ними вместе учимся. Лучший юный айтишник Глубокова Виктор Икубенок в свои разработки намерен внедрять в медицину. Уже сегодня роботы помогают врачам проводить сложнейшие операции, но Виктор уверен, что главные достижения еще впереди. Несмотря на то, что я хоть и собираюсь связать свою жизнь с медициной, я также хочу связать ее вот с этой сферой всей, и может как-то интегрировать вот эту вот информатику, программирование в медицину. Если мы детей обучаем основам робототехники, если мы детей обучаем, как программировать устройства, если мы детей обучаем, как использовать компьютерные моделирования, 3D-печать, это те именно конкурентные преимущества, которые создадут в будущем ценность этого выпускника на рынке труда. В этом году резиденты парка высоких технологий подарили школам около 10 ресурсных центров. Еще 20 запланировали на следующий год. Это инвестиции в будущее. Будущее страны, которая на мировой IT-арене уже занимает лидирующие позиции. Удар по онкологии. Для борьбы с раком по всей России открывают сеть онкодиспансеров. Это часть национального проекта. Теперь больным из небольших населенных пунктов больше не придется добираться до областных центров, чтобы пройти диагностику и получить лечение. Поездка Елены Мещеряковой на химиотерапию теперь занимает гораздо меньше времени. Ей больше не нужно добираться до Новороссийска. Лечение она может получить недалеко от дома, в городе Крымске. За один день даже не успевала. Хорошо, что там кто-то есть, чтобы можно было остановиться, потому что сама. На следующий день домой. Сейчас, конечно, благодать. Приехал в Крымск. Врачи замечательные. Два часа самые большие. В России создается целая сеть мини-онкодиспансеров для того, чтобы пациент смог быстрее получить лечение и не только в региональных центрах. Когда очень жарко, когда с онкологическим пациентом может что-то произойти в дороге. Это очень важно для них, что им не нужно далеко ездить. Центры формируются на базе больниц и поликлиник. Обследование и лечение пациентов бесплатное. По полюсу обязательного медицинского страхования. Центры амбулаторной онкологической помощи – это два или три кабинета. Здесь врач-онколог. Здесь дневной стационар на пять коек. Каждый день принимают до десяти пациентов. Очередей нет. Медсёстры работают быстро. Разводят препараты для химиотерапии в мини-лаборатории. С этим шкафом сейчас есть возможность разводить химиопрепараты. Раньше его не было и разводить нельзя было. Все центры сейчас получают современное оборудование, что позволит обследовать пациента и лечить не просто в одном городе. На территории одного лечебного учреждения. Ведется процедура закупок медицинского оборудования для того, чтобы возможно было в этих центрах оказать кроме химиотерапевтической помощи, также еще диагностических рядов обследований. В Краснодарском крае сейчас работают семь центров амбулаторной онкологической помощи. Через два года их количество возрастет до 16. Мы разработали уже карту маршрутизации пациентов. Мы обязаны, согласно приказу Минздрава, в течение двух недель поставить диагноз и к концу месяца обследование. Такие центры называют форпостами в борьбе с онкологией. Их задача сделать так, чтобы диагноз пациенту был поставлен за 15 дней. Для этого штатный онколог может подключить к обсуждению целую команду коллег. Онколог может запросить, правильно ли какой-то сбой в схеме, реакция, токсическая реакция. Можно будет решить прямо в круглосуточном режиме с Национальным медицинским исследовательским центром, который отвечает за этот регион. В конце этого года центров амбулаторной онкологической помощи во всей стране будет больше сотни. На севере Кыргызстана фермеры собирают первый урожай клубники, малины и черешни. Большая часть ягод и фруктов пойдет на экспорт в Россию, Казахстан и даже Китай. Ее запах дурманит, а вид вызывает желание тут же ее сорвать и съесть как можно больше. Сезон королевская ягода сочная, яркая и к тому же полезная. Здесь, на севере Кыргызстана, в Чуйской области клубнику выращивают тоннами. Ребята, начинайте работу! Переходите на следующий участок! Тулкунбек сагоналии в буквальном смысле живет в малиннике. Ягодные плантации в 19 гектаров приносят неплохой доход. Клубника с одного гектара дает до 15-20 тонн урожая. И лучший показатель – это 30 тонн. Малину мы собираем с одного гектара от 5 до 15 тонн. Сорта малины у нас три – геракл, шапка-мономаха и шапочка. Продукцию экспортируют в основном в соседний Казахстан. Но с этого года договорились и о поставках в Россию. В планах фермера расширить производство. Из остаточной продукции мы пока в домашних условиях изготавливаем варенье и сбываем на местные рынки и в Казахстан. В планах это предприятие наладить на должном уровне. С одного дерева можно собрать от 200 до 300 килограммов. 800 фруктовых деревьев Эрмекбека, Раймежанова дают богатый урожай черешни и персиков. За местными сортами покупатели из соседних стран выстраиваются в очередь. Приехали китайцы, составили договор, дали нам код, включили в реестр у них, у своих. Вот по этому коду они каждый год сказали, что будут забирать у нас черешню. Четыре сына, дочь и 17 внуков. На сбор созревших плодов выходит вся семья. Соколугский район – самый крупный в Чуйской области. Выращивают плодовые и ягодные культуры – овощи. Строен логистический центр, он закупает у крестьян и фермеров продукцию, хранит и экспортирует в дальнее и ближнее зарубежье. С вступлением Кыргызстана в ЕАЭС у фермеров страны появились новые рынки сбыта продукции. Урожайность и экспорт фруктов и овощей увеличились. В прошлом году в республике собрали более 250 тысяч тонн черешни, клубники и персиков и больше миллионов тонн огурцов и картофеля. А в Беларуси стартовала необычная уборочная кампания. Вместо привычных зерновых хозяйство вывели технику для заготовки цветков ромашки. В совхозе Большое Можейково под эту культуру выделено более 300 гектаров. Головка ромашки должна полностью распустившаяся быть и верхний ярус должен быть полностью распущен. И, конечно же, чем больше самих цветков ромашки, тем выше качество и урожайность. Главный агроном Геннадий Каледа выносит свой вердикт. Цветки ромашки полностью созрели и можно начинать уборку. На поля выходит сразу несколько специальных машин. Совхоз Большое Можейково единственный в стране, специализирующийся на выращивании лекарственных трав в промышленных масштабах. А ромашка здесь главная культура. Растет она на площади в 300 гектаров. Весенние погодные условия способствовали хорошему развитию. Было достаточно влаги, тепла. В данный момент стоит хорошая погода, сухая для уборки. Урожай в этом году лучше по ромашке, чем в прошлом году. В среднем составляет где-то 13-15 центнеров. В общем, мы в сыром виде соберем где-то около 400 тонн цветка ромашки. Нынешняя уборочная кампания для механизатора Сергея Романова уже десятая по счету. Признается коллеги, убирающие зерновые культуры, ему просто завидуют. Весь сезон проводят в цветнике. Правда, ответственность немалая. Оборудование необходимо настроить так, чтобы ни один цветок не ушел мимо бункера. Основная задача – собрать цветок, а не остальное стебель или листья. Основное лекарство – все это в цветке содержится. Из цветков ромашки необходимо убрать всю влагу, поэтому сушильный комплекс в хозяйстве работает круглые сутки. В сезон у нас работают три смены. В смене работают четыре человека плюс ответственный персонал за этих людей. Сушим мы порядка где-то 20 тонн в день сырого сырья принимаем, и порядка где-то тонны две выходит у нас только сухого. Целебные свойства ромашки давно известны, поэтому за уникальным продуктом в хозяйстве даже очередь выстраивается. А объемов производства хватает, чтобы обеспечить потребность всей страны. Поставляют даже на экспорт в Россию и в Украину. Лекарственные травы в совхозе Большое Межейковое выращивают по так называемому замкнутому циклу. Сначала сырье с поля доставляют в сушилку, потом сюда – в фасовочный цех. При помощи специального дозатора его фасуют. И уже в таком виде белорусская ромашка попадает к своему потребителю. Уборка ромашки в хозяйстве продлится до конца июня. Затем наступит очередь календулы и корня валерьяны, урожай которых в этом году тоже обещает быть высоким. В Азербайджане чабаны приступили к стрижке овец. Белая шерсть в республике ценится больше. Ее используют для изготовления одежды и национальных ковров. О тонкостях работы стригалей наш следующий сюжет. Чабаны Шамахинского района сейчас перегоняют стада овец на летние пастбище. Пока в предгорье дует легкий ветерок и температура плюс 25. Но уже скоро воздух раскалится до 40 градусов. Жара на животных действует угнетающе, поэтому каждую овцу нужно постричь. В полевых условиях нариман используют только ножницы. Чтобы животное не мешало и случайно не повредило себя или чабана, ноги предварительно связывают. Шерсть, которая спасала зимой от холодов, летом превращается для них в кошмар. Их нужно обязательно стричь. Иначе животное может заболеть, перестать есть траву и исхудать. На аккуратную стрижку одной овцы у наримана уходит 10 минут. Действует быстро и уверенно. Ведь в его отаре полтысячи животных. С каждого состригает около трех килограммов шерсти. Ее сдают в специальные пункты. Со своей отары я получаю тысячу долларов. На них я покупаю корм на зиму. Но овца – это не только шерсть. Это мясо и молоко. Начало лета на этом приемном пункте – самая напряженная пора. Чабаны привозят сырье со всех регионов Азербайджана. Специалисты его сначала классифицируют. Абширонская порода, азербайджанский горный меринос – самая лучшая среди овец для получения качественной шерсти. У них белое и мягкое руно, которое легко чесать и прясть. Да и покрасить в любой цвет можно. Тонкое, полугрубое и грубое. Сырье отбирают не только по качеству, но и по цвету. Самая дорогая – белая шерсть – полтора доллара за килограмм. Серая и черная – дешевле в два раза. За смену каждый сотрудник сортирует по 2-3 тонны руна. После сортировки на приемном пункте шерсть отправляют на завод. Ее там моют, чешут, придут и красят. Готовые бобины с нитками отправляют в соседние цеха, где мастерицы ткут яркие теплые ковры, каждый из которых можно назвать произведением искусства. Вся эта продукция пойдет на экспорт на рынки стран-соседей. На севере Армении открыли для посетителей уникальную средневековую крепость с пещерами. Памятник древнего зодчества долгое время был в заброшенном состоянии. О нем ходило много мифов и легенд. Какие тайны удалось раскрыть археологам и историкам при восстановлении цитадели? Давайте посмотрим. Пещерно-крепостной комплекс Зарни-Парни. Его вы не найдете ни в одном путеводителе этого региона, ведь долгое время исторический памятник был погребен под земным пластом. Еще несколько лет назад пастухи приводили сюда на выпас стада овец и коров. Издали виднелась лишь часть крепостной стены. Реставрацию древних пещер Министерство культуры откладывало из-за нехватки средств. Восстановить комплекс помог предприниматель из Еревана Рубен Месрабян. Тут работали и реставраторы, и архитекторы, и сейсмики, и инженеры, которые все сделали, и проекты, чтобы первозданный вид был. В самой большой скальной пещере археологи обнаружили капельный родник. Лабораторный анализ показал, что это чистейшая питьевая вода в Армении. Начиная с X века, эти пещеры служили защитным сооружением. Сохранилась и сторожевая башня. А вот пушки пришлось отливать заново по специальным чертежам. Мы часто отдыхаем неподалеку, но о Зарни парни узнала только из интернета. Не представляли, что здесь можно так замечательно провести время. Обязательно приедем сюда еще раз с друзьями и родственниками. Верхние пещеры еще не открыты. Они тоже могут хранить немало тайн. Археологи надеются найти здесь древние манускрипты, которые прятали монахи во время вражеских набегов. Уже в этом сезоне крепостной комплекс станет новым пунктом туристического маршрута, зоной отдыха и панорамными видами на горные ущелья. Казахстанские волонтеры расчищают родники. Таким образом хотят спасти и местные реки от обмеления. Этой весной в водоемах региона не бывало низкий уровень воды. Жители связывают это с малоснежной зимой и расчисткой русел восьми рек. Реализацию масштабного проекта начали, чтобы избежать последствий паводка 2017 года, когда были затоплены сотни домов. В вопросах экологии рядовые октябинцы сегодня разбираются не хуже дипломированных специалистов. Приходится. В этом году в регионе начали расчищать русло восьми местных рек. Вдоль берегов вырубили деревья и кустарники. Из-за расширения водоемы обмелели, а родники оказались засыпаны. Непродуманность действий исполнителей, что ли, это может быть бесконтрольность какая-то, выполнение работы. Привело к тому, что мы теряем просто эти реки, это водные ресурсы. Ни деревьев, ни воды. Деревья, да, это, может быть, восстановится лет через 40-50 вода уже под большим вопросом, если мы не примем никаких действий. Спасать водоемы вызвались волонтеры. Экологический десант состоит из 20 человек. Им предстоит расчистить родники, питающих реку Создинка. Она протекает в центре города, и этой весной из-за отсутствия воды практически пересохла. Если его почистить, он примерно 400-500 тонн в сутки воды будет выдавать. Примерно. Это поднимет большой уровень в реке. Здесь, по Ольховой этой рощи, где-то примерно, грубо говоря, 4 родника больших, остальные мелкие. Крупные родники, они практически всю и питают Создинку, речку. За несколько часов работы волонтеры обнаружили 14 мелких родников. Расчистить удалось 8 из них. Работает и нелегкая, делать все приходится вручную. Допускать технику к родникам нельзя, вода перестанет поступать на поверхность. Волонтеры предлагают запретить выпас крупно-рогатого скота близ родников. Животные затаптывают русло. Но это не единственная проблема. Возле ключей расположены несколько плотин. И их законность вызывают у «Зеленого патруля» большие сомнения. Там выше самостоятельно люди делают дамбы. Рыб держат своих уток, гусей. Никто не контролирует. Поэтому у них нет ни разрешения, ничего нет. Подойдешь, они с ружьем выбегают. Очередной выезд волонтеры планируют на реку Женишке, которая питает еще одну водную артерию города и лек. Европейские игры открылись 21 июня в Минске. Беларусь готовилась к ним долго и тщательно. 23 спортивные дисциплины, 15 видов спорта, около 4000 атлетов. О том, как эстафета огня европейских игр добралась до Минска, главного города соревнований, наш следующий сюжет. Это официальное название зажгли в Риме три белорусских олимпийских чемпиона. Затем оно проделало путь 7700 километров за 50 дней через 8 стран Европы, 55 населенных пунктов и при помощи альпинистов покорило Монблан. Мы почувствовали гордость, почувствовали как-то удовлетворение, что задача наша выполнена, ну и почувствовали радость, что уже можно идти вниз. Итак, плана мира на вершине ворота! В Минске вместе с эстафетой прибыли болельщики, спортсмены и тысячи волонтеров со всего мира. Таких, например, как Джудит, пенсионерка из Великобритании, обязанность которой встречает журналистов в пресс-центре. Я начала волонтерствовать с Олимпиады в Лондоне в 2012-х. Потом меня приглашали в разные места. Эти воспоминания, эти друзья, которых я обрела. Я бы не смогла получить такой опыт нигде больше. Символ игр – лисенок. Его литературный прототип – персонаж из «Маленького принца». Встречает гостей на въезде в город и подсказывает направление на стадионы и спортивные арены. Несмотря на то, что специально для игр в Белоруссии спортивные объекты не возводили, вся инфраструктура уже имелась. И это стало одним из факторов, почему Оргкомитетом был выбран Минск. Многое усовершенствовали. Например, стадион «Динамо», где пройдут легкоатлетические состязания, приобрел новый газон и самое актуальное покрытие беговых дорожек, устойчивое к шипам и не дающее бликов при фотосъемке. Давным-давно стадион принимал Олимпийский огонь и футбольные матчи Советской Олимпиады-80. И теперь обновленный он снова в играх, только на этот раз в европейских. 23 спортивные дисциплины, 15 видов спорта, более 4 тысячи атлетов. Даже если сравнить Европейские игры с последней Олимпиадой пхенчане, то по количеству задействованных участников Европейские игры даже больше. Ждем, болеем за наших. Это безумно важный момент для нашей страны. Мы гордимся, что мы можем проводить эти игры. Европейские игры наращивают и статус, и авторитет. В восьми дисциплинах таких хакбокс, карате, легкая атлетика, бабминтон и другие здесь будут разыгрываться для стран в путевке на Олимпиаду. Для гостей игр предусмотрен безвизовый въезд, в том числе безвизовый транзит через Россию при наличии билета. Также болельщики могли проезжать на Мундиаль в Россию через Белоруссию. В Москве на ВДНХ открылся фестиваль необычного мороженого. Например, со вкусом шашлыка, помидоров, кваса или украшенного золотом и с отметкой 18+. Это любимое мороженое короля Карла Первого. Жареное во фритюре. Забытый английский рецепт возрождают на мастер-классах. Шеф-повар Владимир Малышев знает, как разогреть десерт, чтобы он не растаял. Мы взяли пломбир, запанировали его в овсяных хлопьях, сделали три слоя панировки. И дальше наши уже подмороженные шарики запанированные мы обжариваем во фритюре по времени максимум 20-25 секунд. Наталья с сыном готовят мороженое с овсянкой. Любят все экзотическое. На фестивале собрали коллекцию необычных начинок. Мне очень с луком понравилось мороженое. Бекон. Ну, оно очень интересно, необычно. Тем более, что там лук во фритюре. Здесь же и мороженое соусы. Можно подать к блюдам. Начинка экзотическая. Основа традиционная. Яйца, сахар, молоко. Всего на фестивале 60 видов. Вот со вкусом пикника, квасом и шашлыком. То есть шашлык жарился, остался сок. Потом выделили тисок и соединили с мороженым. А это коллекция для взрослых с отметкой 18+. Половина пива, половина сливок и потом вводится оголь-моголь. То есть после такого мороженого мне лучше за руль не садиться? Нет, здесь пары уже выпарены. Черное – самое драгоценное, с нефтью и настоящим золотом. А вы туда нефть добавили? Да, конечно. Это мороженое нефтянец, а слабое мороженое. Такую экзотику не найти в магазинах и в ресторанах. Но главное, говорит шеф-повар Владимир Олейников, не начинка, а содержание. Консистенция мороженого, да, она должна быть, видите, она такая тягучая. То есть как сметана она. Мороженое должно быть вкусное. Оно не должно быть сладким. А лучше домашним. Приготовить гоголь-моголь и охладить его может каждый. Мороженое можно приготовить и дома. Это легко. Нужны ингредиенты – молоко, яйца, сливки и сахар. Смешиваем молоко и сливки, подогреваем на плите. Смешиваем яйцо и ложку сахара. Готовую смесь выливаем в формочки и замораживаем. Вы смотрели «Континент» на Акчен-ТВ. Мы рассказали о главных, заметных и интересных событиях прошедшей недели. Жизнь, опыт и новые достижения жителей Евразии по субботам в 19.00 только на канале Акчен-ТВ. Напоминаю, больше подробностей вы можете узнать на нашем сайте или на странице «Континент» в социальной сети Facebook. С вами был Богдан Танасов. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!